топ спорт здравствуйте эта программа топ-спорт я ведущий алексей золин у нас гостях чемпион мира 2015 года трехкратный чемпион европы сергей шубенков сергей здравствуйте здравствуйте по легкой атлетике здравствуйте по легкой атлетике я бы даже сказал в беге на 110 метров с барьерами даже так правда правда да сергей всю жизнь мечтал спросить у людей почему 100 метров гладкие 110 барьерами дурацкий вопрос но лучше на дурацкий вопрос существует ни в коем мере не менее дурацкий ответ потому что в 100 метров 10 барьеров не помещаются если мы разложим все вот по метрам по сантиметрам посчитаем то выясним что 9 барьеров по 9 14 до 1 13 складываем получается чуть больше сотни поэтому еще закладываем на финиш и будет 110 метров с барьерами женщины бегают 100 метров с барьерами у них барьер чеки поменьше расстановочки покороче все прекрасно влазит сколько у вас шагов вмещается между барьерами исключительно три иногда четыре но это уж совсем для начинающих надо да да это совсем для начинающих ребят в 2 пока еще никто не дерзнул два шага по 6 метров делать но это если у тебя так получается надо в тройной прыжок идти тогда тогда там перспектива будет шикарная может яма с песком не хватить тогда сергей просто почему я задал такой дурацкий вопрос сам начал просто не хотелось начинать самый плохой новости до которой уже давно не новость ну да история тянется давно конечно внимание к ней огромное и ну давайте все-таки и обсудим да но я просто пока не вижу у вас на лице во всяком случае сильного разочарования либо так скрывать да но и разочарование то есть конечно гигантское но связано в первую очередь с олимпийскими играми понятно что история опять же говорю тянется давно началась она именно с легкой атлетики именно с нас и и уже больше полугода это все происходит вот в этом вот как вот полусне пребываем и уже просто сейчас на устал от этого всего но многие клянут запад происки вада и так далее сергей ну вот ты человек здравомыслящий мы виноваты в чем-то да в чем чем виноваты именно мы наша страна я не говорю про сергей шубенкова лично в чем виновата наша страна в том что в условиях такой вот жестокой конкуренции возможности такого беспрецедентного давления у нас были слабые места на которые можно было задавить и были косячки за которые можно уцепиться и что ну естественно они были но естественно у нас вы видите что творится на перепроверках проб с предыдущих олимпийских играх старых чемпионатов вы видите поясни пожалуйста мне извини что перебил да что такое перепроверка если у тебя тебя проверили ничего не нашли откуда перепроверка может найти если там тоже самое а проверили чуть чуть по другому изобрели новые методы контроля новые методы тестирования и проверили новыми методами старые пробы и оказалось что тогда не умели так тщательно проверять как теперь его но это же бред но но раньше не умели измерять скорость автомобиля не штрафуют же за то что тогда тоже быстро ездили но мнение на этот счет как бы разные есть и вот действительно вроде как давайте мы придем к есть такое мнение что давайте мы придем уже к системе не пойман не вор вроде как и мы да 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 и вы тоже доголовите а потом все но я не знаю по мне кажется опять же вот эта система перепроверок она конечно еще повлечет за собой такие дурацкие моменты как пересмотр там результат соревнований и через 8 лет получения медалей в конверте которые уже совсем не такие они где с другого дизайна но в легкой атлетике такой спорт что допинга здесь больше всего к сожалению и вот этот вот большой объем надо выгребать действительно вот такими дурацкой дурацкая проблема должна нырпшаться дурацкими методами поэтому да здесь больше знаете какая они есть хорошо хорошо вот не есть да ты лишь больше всего допинга в легкой атлетике откуда ты знаешь статистика вада существует есть всемирная антидопинговая организация которая выкладывает отчеты раз в год хорошо ушел от ответа я думал ты правда что ты знаешь да а ты оказывается статистику читал я ничего не знаю самое главное не знаю что только я знать про себя знаю что я не ел что точно чисто именно поэтому я не боюсь никаких ретестов я не боюсь никаких каждодневных проверок я наоборот говорю ездите ко мне больше ездите ко мне чаще я хочу чтобы весь мир видел и знал что я чистый и со мной все в порядке хорошо да кстати насколько часто ездят последний год существенно зачастили стали раньше как-то так вот ну ездили да ездили как и даже не замечал теперь уже даже жена привыкла к тому что если в 6 утра звонит домофон то непременно пришел допинка офицер стали ездить примерно в среднем раз в месяц раз в месяц это вне соревновательной плюс вот на соревнованиях на чп ну после соревнований само собой и теннисистка елена веснина мне сказал что к ней тоже приходит в 6 утра это их любимое время что это такое или вы живете рядом с еленой весниной я сейчас понять не могу это было бы для меня сюрпризом если вдруг окажется что мы живем рядом нет дело в том что мы легкоатлеты когда как только он у нас попадает в топ-20 мировую он включается так называемый международный пол тестирования ему приходит такое красивое уведомление из вада о том что или из международной федерации я уже не помню кто присылает это уведомление но не так сейчас важно о том что будьте готовы вы должны предоставлять с информацию о том где вы находитесь на каждый день и указывать так называемый час абсолютной доступности то есть это такое вот в течение этого часа вот в этом месте я сто процентов есть и готов сдать контроль как правило вы не поверите самое удобное время это с 6 до 7 утра потому что я точно знаю что в это время я буду дома спать допустим я вот в это время буду на футболе на матче спартак арсенал к примеру пожалуйста придут на стадион то но только если они вас идиоты но только если они вас там не найдут это будет ваша проблема но есть есть не найдут среди 40 тысяч зрителей это будет ваша проблема а если они не искали вот это уже как в частном случае в каждом конкретном моменте каждый вот этот вот несостоявшийся тест собственно говоря вот за такие правильности как несостоявшиеся тесты наказывают не сразу должно быть три несостоявшихся теста в течение 12 месяцев чтобы получить за эту дисквалификацию на два года спорт fm я напоминаю чемпион мира по легкой атлетике на сергей шубинков сегодня у нас в гостях программе топ спорт сергей продолжаем пока я нашу не веселую тему первые слова которые пришли на ум когда вы узнали что нас не пускают в рио да к нас то не пускают в рио уже с самого ноября месяца то есть нет ну решение касс давай возьмем да то есть надо вот у нас действительно вот эта вся борьба она можно ее на вехи разделить то есть с чего все началось чем все продолжалось чем это и я вот говорю что и верил здравый смысл что все-таки пройдет все ну не ну не дерзнут они на олимпийские игры покуситься и я думал что это вот не отстранят потому что вернут потому что ну не вот не будут потому что рассмотрят заявку потом что там наши апелляции и удовлетворят ну на самом деле если честно уже к тому моменту как вот решение суда состоялась касс уже такая глобальная усталость накопилась и что в принципе кроме какой-то апатии разочарование пустоты уже ниже ничего не было просто что прям было ну и ладно что ли да нет не было ну и ладно было такое состояние если честно я не знаю что делать вообще отстаньте от меня ничего не хочу вот вообще ничего не хочу полнейшая апатия но я сразу после этого обнаружился большущий интерес к легкой атлетике нашей стране да да но знаете я конечно понимаю что тут большущий интерес не к легкой атлетике людям за державу обидно и понятно что начали ну нет нет я пока не говорю про собственно посты в твиттере да которые я прочитал от сергея шубенкова в том числе я про другое сейчас пока немножко я имею ввиду страны журналистов которых не было никогда и вдруг бац турнир в жуковском журналистов больше зрителей журналистов больше зрителей и даже уже на мемориале братьев знаменских полный стадион уже нет ну нет полного стадиона даже не было но журналистов иностранной прессы аккредитовалась намного больше чем до этого всегда аккредитовалась на мемориал братьев знаменских то есть да вот жизнь соткана из парадоксов но и цинично но на скандалах тоже популярность набирается но она же временная и это не такая слова которую хотелось бы набирать все равно слава бывает хорошая бывает дурная и такая слава она не нужна но тем не менее она появляется слава тут еще больше да сейчас на одном самом центральном канале сейчас была новость да я слышал да этот прикол елена зисенбаева олимпийская чемпионка по прыжкам с парашютом ну ладно вам но все же люди и на старуху проруха бывает это вы про человек который читал новости на первом канале вот я этого не говорил я напоминаю что это сказал сергей шубинков это на первом канале было 2015 года и мы сейчас говорили про популярность легкой атлетики в нашей стране вот такая вот получилась история и ничего с этим пока не сделаешь напоминаю сергей шубинков у нас сейчас в гостях сразу после выпуска новостей мы продолжим наш разговор продолжаем программу топ-спорт нас гостях чемпион мира 2015 года по легкой атлетике трехкратный чемпион европы в беге на 110 метров с барьерами а сергей шубинков сергей но мы начали разговор про мнимую популярность легкой атлетики вот после того как начались вот эти все отстранение когда уже касс признал что наш легкоатлет никуда не едут понятно что это временно это жаль и даже вы по моему разразились сергей в соцсетях стоит ли конкретно своим заявлением а что же так все так любит легкую атлетику а трибуны пустые это как можно да 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 конечно с одной стороны эмоции то есть нас действительно вдруг про нас вспомнили когда вот начались олимпийские игры отстранение да и вот только тогда как-то люди начали поддержку на самом деле поддержка она всегда была но вот именно так что вот это вот массу в такую разошлось да действительно но если это объяснимо что людям за державу обидно не за легкую атлетику то есть это примерно по тем же причинам люди там переживают да за казалось бы военную кампанию в сирии там допустим или еще за какие-то такие вещи которые происходят где но россию скажем так в не лучшем свете пытаются выставить но это нормально хорошо а вот да на братьев знаменских на стадионе братьев знаменских турнир который был организован буквально за два дня о котором якобы не все спортсмены даже знали ухов сказал что он узнал о турнире от мамы да справедливости ради его организовали за неделю что в общем то тоже не так уж и много тоже немного да и тем не менее там собралось приличное количество зрителей и зрителей и прессы и в общем то на самом деле уровень организации то есть такой что успели сделать все и там каких-то спонсоров тут же нашли и все вот это дело черную годину то мы даже и спонсоров находим вот именно то есть на самом деле я был очень приятно удивлен вот этим турниром и на то какого уровня получился и министр пришел но это отдельная тема по поводу министра сергей вам не кажется что вас сдал наше министерство спорта просто за то что пустили остальных легкоатлетов просто не ну как разменная монета да нет мне не кажется я скорее готов думать о том что это скорее яв как-то нас решила вот так вот слить чтобы решить свои внутренние проблемы а у них внутренние проблемы а у кого их нет шутки шутками но кав же сейчас действительно большие претензии насчет коррупционных скандалов и вот вы помните как перед решающим советом 17 июня 16 июня вдруг неожиданно выше выходит на bbc программа панорама где говорят что президент себастянка не совсем как-то чистый и хорошо избрался на свой пост и давление вот это она и на них постоянно идет и я вам больше скажу когда давление идет на них например со стороны вада то как только вода это давление ослабляет тут же начинают давить на вада что вы знаете да вы как-то тут непоследовательную политику проводите да нам нужен чистый спорта он у вас что-то не очень чистый а то что может вас расформировать в два то что вы тут мы как бы вам такие деньги платим по 25 миллионов долларов а вы что-то не совсем за них работаете и платит им только американцы 25 миллионов но это а все остальные все вместе платят такие деньги с американцы насколько я помню это одна седьмая часть вот это вот то что они заплатили 25 миллионов долларов на по-моему не за год за четыре года значит прилично это прилично но мы платим суммы гораздо меньше ну не гораздо но гораздо меньше да но там ну тем не ощутимо то есть за два года по моему 10 миллионов долларов мы нафинансировали национальную антидопинговую организацию от вада мы молодцы и грязные русские деньги да и мы спасли мы спокойно сдали позиции своей несмотря на деньги так может забрать эти деньги оттуда ну вы знаете если в чем я считаю один из главных из-за чего мы тоже пролетели это вот была непоследовательность сначала на нас выходят вот эти вот доклады из которых там правда неправда это уже там десятый вопрос но мы сначала кричим что да нет это грязный оговор это все неправда это все не то буквально вот только доклад вышел уже вот следующий же час сразу кричим что это неправда то есть все равно видно что не читали а потом вдруг начинаются какие-то отставки какие-то реформы так значит все не так уж и неправда а потом у нас говорят то мы давайте вада и мы давайте яфро сформируем а на следующий день да вот извините да вот вы пожалуйста допустите то есть но это неправильно то есть если уж мы выбрали какую-то там стратегию то надо и надо ей следовать да то есть если мы пойдем на конфронтацию вот настолько серьезную что мы будем выключаться из мирового спорта организовывать здесь что-то свое то надо понять что это во первых не быстрый а во вторых ну будут большие потери будут большие скажем так споры и противоречия может быть проще тогда включиться в него назад в этот спорт мировой к тому же что он действительно у нас заинтересован и уровень атлетов у нас нормальный и финансовые вливания туда хорошие и соревнования мы проводим тоже на насколько я понимаю тут последние годы все турниры которые мы провели это просто вышка была то есть что универсиада что олимпийские игры что чемпионат мира по легкой атлетике в москве то есть там нареканий никаких и все очень хвалят понятно да но сейчас еще чемпионат мира по футболу провести бы его на то еще отберут но есть мнение что вся теория заговора видимо к этому и идет чтобы вот этот чемпионат мира отобрать если не знаешь из-за чего значит из-за денег это точно прям вот наверное наверное все туда все к тому спорт fm вернемся к турнир который по он назывался звезда звезды 2016 тут высказались наших коллег что чего вам не хватало на этом турнире можете повторить быстрых негров опять же я этого не говорил потных волнующихся темных ребят не хватило они правда волнуются когда вы с ними на стартовой да нет это я так вот обмозговывая результаты пекинского чемпионата мира прошлогоднего то есть там реально я видел же что ребята очень сильно волновались и на самом деле уже до забега можно было понять кто точно чемпионом не станет ну форма хорошая форма хорошая реализоваться пока не получается ну понятно что просто та ситуация в которой мы сейчас находимся просто с головой совладать тяжело и мы сейчас уже понимаем что самый быстрый в этом сезоне мой бег был в барнауле когда я пробежал 12 7 по руке то есть это уровень 13 0 вот чуть-чуть то есть в принципе результат с которым можно было спокойно за медали в риота рубиться и я уже так вспоминаю это пробежал на следующий день после того как отправил заявку на индивидуальный допуск в понятно понять когда надежда была живее всего а как голову отключить и можно ли это сделать но как мы можем сделать вывод нельзя голову отключить я помню например для себя понял что это самая спортивная злость который там вот надо соревноваться какой-то там вот этот вот стиснуть зубы всех порвать что-то для меня не работает я так не могу мне надо наоборот спортивная радость у меня должна быть надо быть очень позитивным надо искренне удовольствие получать от того что делаешь и в принципе именно поэтому и собственно я и тренировался все это время но мотивации вроде как нет но я в процесс вникаю я процессом наслаждаюсь мне нравится ходить на тренировка мне нравится делать то что я делаю мне жутко нравится соревноваться после каждых после каждого старта и от когда виды интервью когда мне еще отдышаться тяжело но тем не менее всегда это делаю с улыбкой и с радостью по сейчас этого но этого на таком уровне уже это искусственно это не создать то есть пытаюсь но вот на какой-то результат получается уровне 1320 от которого обычно я отталкиваюсь как скажет вот достигли до какой-то базы стрелять 20 потом дальше работаем на более высокий результат а формата сейчас на самом деле просто превосходно я напоминаю что в гостях у нас чемпион мира трехкратный чемпион европы по лёгкой атлетике сергей шубенков топ спорт продолжаем программу топ-спорт на спорт fm я ведущий алексей золь нас гостях чемпион мира по лёгкой атлетике трехкратный чемпион европы сергей шубенков сергей но вот в последнее время мы наверное увидели огромное количество слез елены ясенбаевы да и и так часто везде показывали и так далее но мы-то привыкли к тому что спортсмены в том числе спортсменки очень сильные люди которые способны преодолевать вот все эти препятствия откуда все уже нервы не выдерживает но я если честно ну конечно лета легенда легкой атлетики и тем более мировой легкой атлетики лена синбаева но вот именно вот в такой сложной ситуации и собственно я с ней так общаться начал чуть больше чем обычно то есть чуть больше нуля да 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 я на самом деле себя сделал вот что ну просто она человек такой если честно и когда с ней даже вот один на один разговариваешь на вот эти темы болезненные она спокойно может расплакаться и вот часто беседе то есть это ничего это не показушно ни в коем случае вот она такая есть и собственно именно вот те интервью до которые в тексте то мы читаем постоянно не и ав надо распустить не обращать внимание на и ав но это вот просто вот первая реакция которая приходит вот такая вот она взрывная и это все не поддельно это вот такая она и есть но в связи с этим когда у него хорошее настроение с ней тоже разговариваешь получаешь истинное удовольствие то есть хахмит постоянно очень живая а почему вот раньше был ноль а и в боялись подойти к ней ну сначала да но первый мой с ней скажем так вот контакт состоялся в 2011 году когда как раз был чемпионат мира в тегу и я на него попал абсолютно туристом и все это прекрасно понимали и вот тогда она тоже звезда номер один понятно вот сфотографировались познакомились действительно поняли что абсолютно обычный нормальный человек то есть не такого не было что там не неприступная звезда вот ну а потом уже когда начались вот эти вот все истории да все равно как-то так вот определились что лидеры легкой атлетики сейчас она я там мария кучина и вот мы там все вместе старались год перед прессой скажем так отдуваться вот ну и тогда конечно и там телефонами обменялись и там созваниваться начали по каким-то таким вот вопросам с этим связанными но с этим понятным да что дальше делать я понимаю что жить да как каким образом вам уже что-то понятно хороший вопрос ничего не могу понять я сейчас понимаю что просто олимпийских игр не будет надо как-то отдохнуть готовиться к следующему сезону а этот сезон уже все ну да а что у нас еще осталось мы в принципе вот этот как раз старт он и был нужен для того чтобы проверить в общем то мы тренировались под все время правильно или неправильно ну приходим к выводу что тренировались правильно реализоваться не получается действительно из-за вот этой вот из-за вот этого вот эмоционального ну не знаю там состояния пустоты как хотите это называйте а осенью уже ничего не будет осенью нет нет легкая атлетика она ну нет в мировой то понятно мировой программе она будет очень насыщенная осень но это все не по наши души а наши души уже все больше никуда и никак наши души в этом сезоне уже точно никуда и никак души к следующему бы нам выбраться но в принципе нам севастенко так вот такой оптимистичная нотка у него была комментируя решение касс он сказал что вот мы конечно на этом этапе вынуждены поступить вот так но вы не забывайте что рио закончится мы продолжим реформы мы продолжим взаимодействие мы заинтересованы в том чтобы россия вернулась в мировую спортивную семью так скажем очистившийся и оздоровившийся но если честно я уже не знаю как эти комментарии от эафа воспринимать потому что сначала говорят вот так потом делают немножко по-другому хотя с другой стороны когда они ничего по-другому говорили они говорили что россия не должно быть на олимпийских играх и полномерно к этому шли но к себастьяну много вопросов остается еще с 1980 года но это тема для другой программы с точки зрения того что он приехал сюда тогда когда никто не приехал да то есть как-то вот на самом деле как вот когда я верил до самого начала здравый смысл во все эти вот дела что ну и тебя стенку а он сам двукратный олимпийский чемпион причем тех самых двух неполноценных олимпийских игр 80 84 года но я думал что он такой ситуации не позволит состояться оказывается позволил да да и мы за него именно голосовали не за сергей бубку на пост главы международной федерации легкой атлетики никто не знал никто не знал ну вот выяснилось да опять же а как вам в глаза глядят руководители нашей легкой атлетики нашей не международной да но вы знаете когда собственно это сидел это началось у нас произошла реформа и у нас из состава федерации были исключены примерно примерно почти все но примерно то есть руководитель легкой атлетики у нас сейчас новый как к нему относиться если честно я даже я даже не знаю потому что вот судя по тому как интервью дает он какой-то пессимист вообще жуткий то есть вроде бы он должен он вроде должен как бы ну за нас там что-то где-то биться ему когда говорят до вас там отстранят он говорит что-то вроде подождите подождите еще мало да это еще мало сейчас еще отстранят ну нет ну я я честно я не знаю я не знаю я сейчас тоже вот в принципе из федерации я общаюсь только с пресс-службой но с Аллой Валентинной потому что собственно пресс-контактами он занимается и с генеральным секретарем который с Михаилом Бутовым который еще по совместительству собственно общается с ИААФ то есть у него все вот эти международные контакты сейчас на нем так он что же обещал уйти как-то а кто Бутов тогда и контакт он с собой унесет что ли я понять не могу я не знаю но то есть если уж он уйдет тогда ну ну блин тогда что ну тогда я не знаю что делать ну вообще-то нам как-то реально ну мы же взяли курс на то что нам надо все-таки в мировую систему как-то вписываться вот ну я тогда не знаю вот с кем мне вот реально работать и вот по вот этой линии скажем тренироваться то я буду тренироваться а дальше что Спорт ФМ напоминаю чемпион мира по легкой атлетике трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков у нас в гостях на Спорт ФМ Сергей я понял что ничего не понятно но вы говорите министр приезжал министр приезжал Виталий Леонтьевич Мутко награждал как бы он смотрел вам в глаза сказал вы держитесь там награждал ну так он тоже сказал да понятно нет но он наградил когда награждение прошло вроде как всем пора расходиться но нет атлеты его поступили плотным кольцом и Виталий Леонтьевич держал от нас круговую оборону вот ну действительно вы его не выпускали вы взяли за руки я там был все очень плотненько стояли да да и он если честно не особо пытался уйти задавали вопросы он рассказывал какие у нас вообще планы на будущее на что делать где были неправы где должны были там может быть по другому поступить ну действительно с его стороны я могу его винить лишь в непоследовательности в крайней вот на счет вот этих вот всех дел а вам то чего вот от того что он это говорит ну он говорит да вот мы здесь были неправы здесь а вам то что делать Вы же в том числе и деньги потеряли в том числе и деньги потеряли но я думаю, что за потерянные деньги можно будет как-то там тоже побороться, чтобы кто-то где-то компенсировал, потому что это нездоровая ситуация, когда человек, ни разу не пойманный на допинге, вдруг пропускает Олимпийские игры. И, ну извините меня, просто так. Я считаю, что кто-то за это действительно должен что-то где-то компенсировать. Ну вот те, кстати, соревнования, они отчасти для компенсации были предназначены, потому что призовые туда положили неплохие. Откупились, что ли? Ну нет, конечно, это ни в какое сравнение не идет с олимпийскими призовыми. Но, да, но тем не менее, вот ответ министр все же держал. На вопрос очень корректно заданный, Виталий Леонтьевич, а вы останетесь? То есть он впрямую сказал, что он неволен решить этот вопрос. Это не впрямую, это очень уклончивый ответ, по-моему. Что он не может решить вопрос, останется он или нет, ну... Я, если честно, для меня это откровением не было, мне кажется, вот тут это было ясно уже давно. Хорошо. А чем Сергей Шубенков будет заниматься сейчас? Видимо, отдыхать. То есть вы тоже еще не знаете, чем вы будете заниматься? Ну, такая вот ситуация у нас, что действительно, мне спрашивают, что там будет через 4 года, а Токио, это не знаю. Что будет через 4 года? Будет 2020 год через 4. Ну, сезон как-то в каком-то виде, конечно, уже завершился, надо будет как-то отдохнуть с новыми силами, начать тренироваться заново. Я вот, если честно, как уже дальше по тренировкам будет, мне пока непонятно. Там пытаться соответствовать индивидуальным критериям ИАФ, которые пока остались непоколебимы. Или все-таки, ну, мы же продолжим наши юридические вот эти терки. И, собственно, может быть, мы добьемся их отмены, может быть, мы добьемся признания их дискриминационными нарушающими какую-нибудь международную конвенцию. То есть я пока тоже не могу вам дать никакие комментарии по этому поводу. Так что поживем, увидим. Рио отгремит, пока что надо будет болеть за наших коллег, которые должны будут набрать медали и за себя, и за нас. Давайте все-таки в каком-то виде праздник спорта, он уже, конечно, подпорчен. Но, тем не менее, до конца все же не задавили. Ну, ясно. Хорошо. Да, я напоминаю, что в гостях у нас чемпион мира по легкой атлетике, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков. Чемпион мира по легкой атлетике, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков в гостях на Спорт.ФМ. Я ведущий Алексей Золин. Сергей, ну, пора заканчивать с удобными вопросами, начинать задавать вам неудобные. Кто виноват и что делать? Да вроде обсудили. Да это мы обсудили, да. Каково сейчас Дарье Клишиной, которая в единственном числе представляет нашу легкую атлетику на Олимпийских играх в Рио. И был ли у вас какой-нибудь с ней разговор? Ну вот, я вам, не знаю, говорил, не говорил, что, в общем-то, по сборной меня так спрашивают, как коллеги, как это самое. Я, у меня таких вот корешей, чтобы прям были в сборной, их не так уж и много. Но вот Дарья Клишина как раз таким, можно прям мне друганом назвать. Вот, ну и, соответственно, ей, конечно, сейчас тяжело и эта ситуация, то есть конкретно и там, скажем так, и оттуда на нее дают, что, а, как вы так посмели этих подлых россиян пропустить, хотели бы в единственном числе. Какой ужас, особенно, ой, господи, как же британцы там сейчас просто пеной брызжут в ненависти к нам. С одной стороны, оттуда, с другой стороны, отсюда, да, то есть... Предательница. Да, вот эти-то голоса, они уже слышны, как предательница, как посмело, там, под нейтральным флагом, но на самом деле флаг-то будет российский. Да. Хотя для этого не так и очевидно, и я вам, вас могу посредить в юридические тонкости о том, как правило легкой атлетики, ИАФ соотносится с Олимпийской Хартией, но, тем не менее, несмотря на то, что она называется нейтральной атлеткой, то есть нейтральная, это в понятии ИАФ, она нейтральная, а в понятии Олимпийской Харти она за наш Олимпийский комитет, поэтому все будет нормально, флаг будет российский, и ей остается пожелать только действительно как-то огородиться от всего этого, сосредоточиться на себе, на своем спортивном результате, как-то все здравомыслящие атлеты делают, когда у них вот спрашивали после чемпионата Европы, который здесь прошел, а как вот вы относитесь к остранению сборной России, и, на мой взгляд, реально самая здравая позиция здесь была, да вы знаете, я как-то особо не запариваюсь, у меня сегодня там бежать было, прыгать и так далее, я вот на своем сосредоточился, а это, ну, уже там как-то отношения формируются, вот, и, ну, стойкость, стойкость ей, стойкость ей постоять за нас, за всех. Это стойкости, понятно, но не удалось с ней связаться, как она вообще себя чувствует-то? Ну, я тут, что вам могу сказать, ну, тяжело, ну, сложно, реально сложно. Ну, то есть до нее эти голоса доносятся? Конечно. Ну, в вакууме иногда нужно себя, так скажем так, помещать в какой-то, но, тем не менее, информационный век. Понятно, да, ну, вот сейчас, в данный момент, да, Сергей Шубенков будет тренироваться и так далее, мы это все понимаем, но соревнований до конца этого года не будет, в чем можете себя еще проявить за это время? В чем мне заниматься после спорта, да, переводя на обычные фразы? Ну, в данной ситуации не после спорта, да, ну. Ну, да нет, на самом деле, вот, конечно, я еще, все-таки, может быть, не расчехлить юридическое образование и как-то там начать заниматься, потому что все-таки вот в этой всей ситуации именно наши мировые спортивные организации наворотили такого бардака, что его еще разбирать, разбирать и разбирать. И прекрасно сейчас заживут спортивные юристы. Вот, в принципе, как бы через это я прошел, и действительно, я ни разу не пожалел о том, что я, во-первых, получил юридическое образование, во-вторых, выучил английский язык в свое время, хотя и плакал на уроках у учительницы в школе, да, но... Она вас просила плакать по-английски. Она нас не просила плакать по-английски, она нас грузила так страшно, что, кроме как выть, больше ничего не оставалось. Ну, делать и выть. По-другому никак. По-другому было никак. Вот, в принципе, действительно, вот, как цинично признавать, да, что мы популярность набрали на скандале, так и цинично. Необходимо признать, что опыт какой-то другой, не совсем обычный, мы тоже приобрели. Ну, как вы сейчас рыбалка на ахлос, там, что грибы пойдете собирать? У меня, наконец-то, есть шанс, появился шанс поехать в горы, которые от моего родного Барнаула не так уж и далеко располагаются. Так. А еще у нас же построили казино. А, казино. А его, наконец-то, построили? Да, у нас же игорная зона там рядом. Ну, она уже сколько лет рядом, но никто ничего не строил. Ну, как кто не строил? Все построили, я так понимаю, просто никто туда не ездит. А зачем строили? Да, это уже отдельный другой разговор. Вы известный человек. Вы чемпион мира. Да, ну, там, добились права выступать на Олимпийских играх, и это, может быть, и вина политиков, что вы туда не поехали. Хотя я все еще подозреваю, что в этом есть вина наших спортивных функционеров. Все-таки, все-таки. Может быть, мэром города станете на какой-то срок? Вы же популярны сейчас, у себя в том числе. Может быть, может быть... Ваше имя сейчас сворачивает горы, которые недалеко от вашего родного Барнаула. Предлагаете в Думу поизбираться или что-то такое поделать? Ну, действительно, какой-то такой, наверное, общественной работой предстоит заняться. Я сейчас вот уже, получается, у нас будет третий год, когда мы пытаемся какой-то... Я тоже пытаюсь получить опыт, мы проводим турнир. Это легкоатлетический для... Ну, не для совсем детей, но и не для взрослых ребят, то есть там до 16 лет. Какие-то призы раздаем. В принципе, что-то такое интересное уже происходит. Это когда и где? На самом деле, когда это происходит в Барнауле в декабре, ну, в закрытых помещениях, соответственно, в манеже. Ну, понятно, я уже не испугался. Вот. В принципе, конечно, еще, когда у меня наступает отпуск, я практикую делать так называемые олимпийские уроки в школах, в вузах. Это прекрасно. В средних учебных заведениях. То есть, да, кто зовет, прихожу, встречаемся. Ребятам интересно? Зависит, если честно говоря, от возраста ребят. Но вот там уж совсем маленьким не интересно. С тем, кто постарше, им тоже нет. Но вот, скажем, там 14, 15, 16 лет, интерес неподдельный. Сидят с открытым ртом, смотрят, искренне задают вопросы. То есть я все им объясняю. Сергей, у вас же хорошо подвешен язык. В принципе, вы можете заинтересовать любую аудиторию. Ну, да, ну, главное, подход найти. На самом деле, тоже, конечно, от аудитории зависит. Был у меня опыт и подобных, скажем так, ну, не знаю, выступлений, собраний. Сейчас начну спонсоров называть, а вы их будете запикивать. Да, то есть теперь взрослая аудитория мне как-то приходилось выступать. Ну, конечно, интересы совершенно другие. Обсуждали спортивный бизнес. Около спортивный бизнес. А есть такие ребята сейчас, да, которые на вас смотрят так, как вы в свое время смотрели на Елену Синбаеву? Ну, конечно, есть. И как вы с ними общаетесь, не общаетесь, подходят они к вам, не подходят? Ну, смотря в какой форме общение происходит. То есть если там в соцсетях пишут, то, конечно, стараюсь отвечать. По возможности, если так вот как бы вживую, ну, тоже, ну, я не знаю как. Ну, нет, никого не посылаю, там, если просят. Конечно, и фотограф, и автограф, если просят, посылаю. Хорошо. Конечно. Спасибо большое, Сергей. Получил удовольствие, да, от общения с вами в очередной раз. Ну, что я могу сказать? Могу только словами премьера сказать. Ну, вы держитесь там. Удачи. Да, успех вам, здоровья, да. Да, и чтобы все ваши проекты срабатывали. Спасибо. Сергей Шубенков, чемпион мира по лёгкой атлетике, трёхкратный чемпион Европы и фаворит олимпийских игр в Рио. Был у нас гостяк, к сожалению, он туда не едет. Но, надеюсь, он с пользой проведёт это время. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова